Всем привет на канале Олдачман. Сегодня мы с вами продолжаем тему миграционной политики Германии и первый видео выпуск из вот этой тематики сегодня будет посвящен вот чему. Несколько дней назад я должен был в старом городе встретиться с одним политиком. У нас была назначена встреча на 8 часов вечера. Парочку вопросов нужно было обсудить. Интересно было задать ему вопросы, выслушать его мнение по тем или другим ситуациям. И случилось вот что. Я приехал в старый город около огромного парка. Хаос у нас многоэтажная парковка. Остановился, поставил машину, слышу какие-то крики, голоса, думаю что за ерунда, что такое. Выхожу из машины на площади. Это у нас Дахау-Плац называется. Там стоит тот большой парк-хаус. Напротив него находится исторический музей. За историческим музеем находится станция полиции. Называется Южная. И вот тут на этой площади, там остановки автобусные, люди ходят кто по магазинам, кто куда. Толпа, я не скажу что совсем молодых, но толпа марокканцев, сирийцев, скажем так, начали выяснять между собой отношения. Сначала их было двое. Человек восемь или девять стояли, просто наблюдали в стороне, посмеивались. Один орал, другой на него нападал, толкались, переходили друг на дружку с кулаками. Люди идут по стороне, обходят, со страху боятся. Все-таки уже поздно, темно. Фикив узнает, что у них в голове у этих ненормальных. И никто не вмешивается. Ну, куда вмешиваться? Вдруг у них там ножи, да? Мало, всякое бывает. Так вот, когда к этим двоим подмешался еще третий, и они начали первого метелить. Я смотрю, что вот эта вот толпа, которая с ними находится, начинает их подбадривать. Давай, давай, давай. Думаю, так, надо вписываться. Нет, я не полез в драку. Я, конечно, немножко безбашенный, но не до такого состояния. Я просто взял телефон, позвонил в полицию и сказал, вот тут, говорю, у вас надо хауплац. Вот сейчас, вот, говорю, назревает крупная драка. Пока что дерутся двое. Вот, говорю, только что вписался третий. Еще восемь, говорю, или девять человек наблюдают и подбадривают. Те говорят, пожалуйста, оставайтесь там, мы сейчас подъедем. Да, они подъехали. Буквально через минуту, потому что станция полиции-то находится рядышком. Летит джип BMW с мигалками, с сиреной. Естественно, драка мгновенно прекратилась. Они все разбежались в стороны. Было смешно смотреть на этих крыс. Они, блин, попрятались по-за углами, встали за двери, рядышком в углу и смотрят. Этот джип проехал, видит, что никого нету. Уехали обратно. А там, получается, вокруг этого паркхауза можно объехать и опять вернуться на эту же территорию. Этот джип отъехал. Ну, тут же, пока он там на светофоре на одном, на другом постоит, естественно, не мигалки там выключили. Эти опять начали драться. Причем уже драться начали со всей силы. Уже три человека напали на одного. А орет, кричит, а эти дерутся. И тут летят. Опять же, это джип, там еще три машины, потом летит полицейский бусик. Это, я говорю, это шушера, как крысы. Полетели кто куда. Среди них был один черный, тоже рванул в сторону. Стоит в сторонке, так наблюдает, думает, кто же позвонил, кто же их вызвал. Разделились на группки. Несколько человек сразу убежали. Одна группка стоит там недалеко от меня, метров 10, там три человека. Другие стоят на углу, три человека. Тот, который дрался, убежал вообще за дома. Еще двое, которые с ним дрались, разделились тоже по группкам. В общем, получилось три или четыре группы. Несколько человек вообще ушли. Подлетают эти вот машины. Следом за этими машинами, потом уже после них прилетает машина криминалистов. А это обычная цивильная машина, люди в гражданской одежде. Вот это вот действительно, скажем так, безбашенные подъезжают эти машины. Я стучу в окошко одной полицейской машины, говорю, это я вас вызвал. А что случилось? Я говорю, вот смотрите. Вот, говорю, стоят три человека. Они вписывались в эту толпу. Вон, говорю, там стоят. Прямо показываю рукой. Вон, говорю, стоят на углу трое человек. Говорю, тот, который дрался, он забежал, говорю, за это здание, за этот магазин спрятался. Еще, говорю, несколько человек, просто свалили. Что делают эти молодые полицейские? Парень говорит девушке, так, ты идешь к этим, а я иду к этим. Молодцы. Первая их ошибка, что они идут в одиночку к этой толпе. Разделившись, разделившись. А вдруг у этой толпы действительно ножи или еще что-нибудь, или они нападут и забьют их. Ну, естественно, толпа видит, что приехало несколько полицейских машин, плюс еще бусик, оттуда выходят вот эти вот, не спецнази, типа ОМОНовцы, да. Вот, криминалисты подъехали. Как раз подошел человек, с которым я должен был встретиться. Я подхожу к полицейскому, говорю, коллега, мой, говорю, человек подошел, я ждал именно его. Я говорю, если что, у вас, говорю, есть мой телефон. Да, да, спасибо, что позвонили. И я пошел. Они стали с ними разбираться. Естественно, когда вот подошла эта девушка, перед тем, как я ушел, я спросил, ну, что они говорят? Они говорят, что они ничего не видели, ничего не слышали, вообще тут не при делах. Я говорю, ну, да, конечно, не всегда так все говорят. Мы сейчас с ними разберемся. Вот, на следующий день я своему знакомому полицейскому задал несколько вопросов именно по вот этой теме. Почему полиция с таким шумом и гамом несется на место происшествия, распугивая вот эту вот толпу? Я ему сказал, вот, посмотри, для того, чтобы вот этих вот абреков поймать и посадить за решетку, можно приехать на двух цивильных машинах, оставить их рядышком тут, выйти спокойно. Там, в таких машинах обычно ездит по три, по три максимума четыре человека. Выйти из этих машин, пройти мимо этой толпы и тут же их всех повязать. Тут же. Остальные разбегутся. Вместо того, чтобы нестись сиренами, нестись с мигалками, когда, говорю, эта толпа разбегается, и потом, говорю, ищи, свищи вот этих вот придурков, устроивших драку, устроивших дебош. После этой драки они сто процентов могли просто так нападать на простых прохожих, они могли разбивать стекла в магазинах. Они же ненормальные. Они у себя где-то в Сирии или в Марокко привыкли вот так вот жить по-дикому. Поэтому они и здесь себя ведут точно так же. Так вот, на эти все мои вопросы полицейский этот знакомый мой ответил. Наша задача, в первую очередь, стоит любым путем, любым способом прекратить вот эту драку. Пускай она слабая или назревающая сильная драка, в нашу задачу входит прекратить. Поэтому машина несется с мигалками и сиренами. Если разбежались, хорошо, наша задача выполнена. Я говорю, подожди, ну а как же, блин, вот эти вот уроды, которые друг друга избивают, они же потом через час, через два встретятся и опять будут выяснять отношения. Ведь вот если, говорит, действительно дойдет до сильнейшего мордобоя, и если действительно дойдет до тяжелых телесных повреждений, мы, говорит, их найдем по-любому. Вот тут уже, говорит, вписываются именно те криминалисты, которые подъезжали к этому месту происшествия и, говорит, найдут по-любому. Тем более, что все вот эти вот господа, которых ты там заметил, они у нас все, говорит, на счету в базе данных. Они все беженцы вот из этого лагеря для сирийцев, марокканцев и тунисцев. Они, говорит, все прекрасно знают, чем им это грозит. Но, тем не менее, они продолжают устраивать дебоши и продолжают устраивать драки. Вы знаете, после вот этого вот разговора с этим полицейским, я ему сказал, ты знаешь, есть такая, я говорю, хорошая такая поговорка. То есть, говорю, чем меньше нелегальных мигрантов в Германии, тем чище будет здесь воздух. Он говорит, мы тебя полностью поддерживаем, но мы не можем встать на сторону таких людей, как ты, потому что мы, извините, выполняем инструкции и выполняем вот эти вот правила, которые нам предписаны. Хотя, сами вот эти полицейские тоже, абсолютно все полицейские тоже недовольны вот этой вот дебильной коалицией светофор, которая у нас в стране существует. Вот такое вот дело. Ну, конечно, когда вот эта вот драка происходила, люди старались вообще это место обходить, потому что, ну, боятся, ну, мало ли, это ж ненормальные, это дикие людишки. Они могут друг с друга перекинуться сейчас же на просто на людей, на прохожих и начать их избивать. Это вот буквально через день после того, когда я вот это вот, об этом случае я вам сейчас рассказал, на одной из улиц у нас в городе одному 20-летнему человеку, или 29-летнему, один идиот толкнул его, ударил и прыгал ему на голове. Хорошо, что у него черепушка выдержала. Он попал с тяжелейшими травмами, с черепно-мозговыми травмами в клинику, лежит до сих пор в реанимации, а вот того урода ищут. Вот вам ответ на то, что полицейский сказал, мы их найдем. Вот ищите. Когда назревает драка, когда люди видят, что эта драка происходит, они стараются быстрее ретироваться с этого места, чтобы не попасть под раздачу, как говорили-то раньше. Немцы, они такие, они из окошка постучат, постучат, постучат на тебя, и потом довольны, что ага, они тебя сдали с потрохами. А что там дальше происходит, уже их не касается. И вот, пожалуйста, вам следующий пример, когда человеку, блин, чуть ли не раздавили голову, он лежит до сих пор в реанимации, а бандита все еще ищут. Полиция так и пишет в заявлениях и в рекламе на порталах. Мы просим о помощи тех, кто видел. Желательно, чтобы свидетели отметились по другому-то номеру телефона. Мы ищем этого преступника. Ну вот и ищите. Если вы не умеете правильно работать. Нет, я не говорю, что они не умеют. Для тех, кто им платит сумасшедшие деньги, допустим, миллионеры, миллиардеры или политики, вот для них они работают действительно. Тут они показывают всю свою силу, все свои знания. А когда касается простых граждан, которых избивают на улице или режут, или осколочными бутылками колют в живот или лицо режут, вот тут уже, извините, полиция отходит в сторону. Ну вот такие вот дела. В общем, это вот один случай из этой долбанной миграционной политики, который я вам хотел рассказать. Сейчас я вот запишу следующий видеовыпуск, и он будет продолжением вот этого первого о миграционной политике и о реакции правительства на все, что происходит у нас в стране. А вы, как обычно, не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить свой лайк, комментарий. Под каждым видео у нас идут ссылки на донаты. Дело в том, что этот канал действительно монетизация себя не оправдала, и этот канал действительно живет сейчас именно пожертвованиями подписчиков. В первую очередь добровольцев, которым, скажем так, не безразлично то, что я доношу правду по тем или другим темам. Поэтому, если вы хотите, чтобы видео выходили более часто, потому что, скорее всего, я в ближайшее время прекращу такой интенсивный обзор и буду выпускать видео максимум один-два раза в неделю, это все упирается, естественно, именно в финансы, то, если вы хотите, чтобы видео выходили с такой же интенсивностью и дальше, то, пожалуйста, поддержите наш канал. Это не принудительно, это добровольно. Всем абсолютно мы будем только благодарны. Ну, не забудьте подписаться и всем удачи. Не болейте. Пока.